Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию результаты работы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за минувшую неделю с 7 по 11 декабря. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией Агентство впервые в онлайн-формате организовало шестую традиционную конференцию. В конференции приняли участие руководство антикоррупционных ведомств Китая, Монголии, Сербии, Узбекистана, эксперты Совета Европы, Организации экономического сотрудничества и развития, программы развития Организации объединенных наций, а также были обсуждены лучшие практики Германии, Великобритании, Кореи, Сербии и других стран в области предупреждения и борьбы с коррупцией. По итогам мероприятия достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с зарубежными партнерами и НПО, определены направления дальнейшего развития антикоррупционной политики страны. На этой неделе в целях развития международного сотрудничества и обмена передовым мировым опытом глава антикоррупционной службы встретился с представителями зарубежных антикоррупционных органов, международных организаций и дипломатического корпуса. В частности, он обсудил с коллегами из Италии, США, Франции, Сербии, Китая и других стран последние изменения в противодействии коррупции. Председатель агентства принял участие в онлайн-конференции, организованной Государственной надзорной комиссией КНР в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Выступая на мероприятии, Олег Шпипаев отметил успешное сотрудничество в рамках совместного меморандума с Китаем, ознакомил зарубежных коллег с законодательными инициативами, мерами, принятыми в условиях пандемии. На площадке агентства глава ведомства Олег Шпипаев и председатель Совета Республиканского общественного объединения Адель Декжола и Сандек Солжанов подписали меморандум о сотрудничестве. Сотрудничество будет основываться на реализации антикоррупционной политики, продвижении идеологии добропорядочности, разработке и реализации действий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В соответствии с принципом слышащего государства, председатель агентства в онлайн-режиме принял жителя Восточно-Казахстанской области и дал соответствующие поручения по жалобам. На площадке агентства в честь Международного дня борьбы с коррупцией состоялась церемония награждения премии Адалтула-2020, организованная руководителем Республиканского проектного офиса Адалтула-Ланя, председателем Первого медиа-центра по противодействию коррупции Толегеном Байгуловым. На мероприятии, в котором приняли участие руководители центральных государственных органов, известные общественные активисты и представители СМИ, были вручены награды по нескольким номинациям. Номинация Ельжана Шера присуждена главе государства Хасанжумарту Тухаеву за особые заслуги и социально значимые инициативы. Состоялась встреча заместителя председателя агентства Нурлана Шабдар с руководством Агентства по защите и развитию конкуренции. На ней обсуждались вопросы предупреждения коррупции и продвижения принципов добропорядочности в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности. В завершении встречи был подписан Устав проектного офиса Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции Адалтула-Лана. В честь Международного дня борьбы с коррупцией проведен ряд мероприятий с участием Акимов регионов. В частности, Аким города Нурсултан Алтай Кургинов принял участие в проекте агентства Антикурлаев, где рассказал о прозрачности государственных органов и цифровизации услуг. А в Шемкенте с участием Акима города Мурата Айтенова был организован форум формирования антикоррупционной культуры в обществе, где были награждены представители СМИ и общественники. В Акмолинской области под председателем Акима области Ермека Маржетпаева состоялся круглый стол по основным направлениям работы по противодействию коррупции и обеспечению прозрачности государственного аппарата. Аким Паладарской области Абулкаир Скаков принял участие в проекте Антикорлайф и рассказал о мерах по профилактике коррупционных правонарушений в регионе. В городе Туркестан глава региона Унерзак Шукеев принял участие в открытии Центра добропорядочности. Центр будет принимать жителей и оказывать им бесплатную правовую помощь по решению проблемных вопросов. В Актюбинской области с участием главы региона Ундасына Уразалина состоялась церемония награждения активных граждан области, внесших вклад в противодействие коррупции и формирование культуры добропорядочности. Территориальными департаментами проведены специальные форумы в Жамбурской, Паладарской, Туркестанской областях, определены победители конкурса Парасат Тотбасе в Алматинской и Казаладинской областях. В Западной, Северной и Восточно-Казахстанской областях были награждены представители проактивной общественности. В Карагандинской области совместно с правоохранителями стартовал рейд по повышению общественного контроля и прозрачности, пресечению коррупции. Он будет продолжаться в течение месяца. На площадке агентства в рамках проекта «Антикурлайф» состоялись онлайн-интервью в прямом эфире с участием директора Центра исследований прикладной экономики Жанебека Айгазина, руководителя республиканского проектного офиса Адалд Галана Толигена Байгулова, руководителя департамента агентства по Западно-Казахстанской области Рустама Ахмурзаева и руководителя департамента по Карагандинской области Дениса Шатенова. Всего во всех территориальных департаментах проведено 260 прямых эфиров с участием 245 внешних экспертов-спикеров и представителей различных отраслей. Также в рамках проекта «Антикурлньюс» состоялся онлайн-брифинг с участием уполномоченных сотрудников агентства и председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов на темы об итогах внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности органов внутреннего государственного аудита и совершенствования антикоррупционного законодательства, правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в квази-государственном секторе. В рамках проекта агентства «Адал Кумек», предоставляющего бесплатную правовую помощь, в территориальных антикурт-центрах проведено 326 прямых эфиров с охватом около 210 тысяч человек. Организовано 9 встреч, опубликовано 12 разъяснительных видеороликов. Руководитель проекта адвокат Айман Умарова организовала правовые консультации по вопросам применения бытового насилия. Также в рамках премии «Адал Тулга-2020», приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, проект «Адал Кумек» стал лучшим проектом года. По инициативе агентства во всех регионах страны активно открываются сервисные акиматы для обеспечения открытости и доступности государственных учреждений, быстрого и качественного обслуживания граждан. На этой неделе в Панфиловском и Талгородском районах Алматинской области были открыты сервисные акиматы, которые вошли в число регионов, полностью перешедших на сервисное обслуживание. В Департаменте уголовно-исполнительной системы от Моринской области состоялось торжественное открытие фронт-офиса по консультированию граждан по вопросам пробации и специальных учетов. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы агентства и его территориальных департаментов с 7 по 11 декабря. Специальный выпуск новостей будет опубликован на официальном сайте и на аккаунтах агентства в социальных сетях, указанных на экране. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин